Трасса 101 Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. С 1 июля этого года на российских дорогах можно будет устанавливать новые знаки. На них цифра, обозначающая экологический класс автомобиля. Если авто не соответствует этому классу, проехать под знак ему будет запрещено. Отдельно таблички предусмотрят для легковых и грузовых машин. Трасса 101 Тойота Королла и Тойота Камри – самые угоняемые автомобили в России, сообщило МВД. А чаще всего злоумышленники проникают в машину, взломав замки или разбив стекло. Нередко преступники пользуются так называемым «кодграббером», который копирует сигнал с пульта дистанционного управления. Еще один распространенный способ завладеть авто – сделать дубликат ключа зажигания. Наконец, прием удочка, применимый к машинам с бесключевым доступом. Он подразумевает ретрансляцию сигнала от брелка на расстояние до нескольких километров. СМИ сообщают, в регионах страны началось масштабное сокращение сотрудников ГИБДД. Соответствующий указ президент Путин подписал в конце 2017 года. По имеющейся информации, зачистка не касается инспекторов, непосредственно несущих службу на дорогах. Увольняемым кабинетным работникам предлагают перевестись в другие подразделения. Эксперты посчитали, сколько литров 95-го бензина могут приобрести жители 33-х государств, включая наше, на свою месячную зарплату – среднюю по стране. Лидером списка оказался Люксембург – 2700 литров при стоимости горючего, в переводе на деревянные – 83 рубля. На втором месте Норвегия – 2500 литров – 103 рубля за литр. У Британии третья строчка – 2300 литров – 97 рублей за литр. Россия разместилась на 17-й строчке – 820 литров. Замыкает список Украина – 2017 литров – 56 рублей за литр. Что-то мне подсказывает, что цель данного рейтинга – показать дешевизну нашего бензина. ТРАССА 101 В Китае успешно проходит испытание летающего такси. Оно представляет собой большой квадрокоптер – электрический, с кабиной для одного пассажира. Управляется аппарат автоматически. После загрузки маршрута он взлетает на высоту до 300 метров, набирает скорость – максимум 130 км в час, огибает препятствия, самостоятельно приземляется. В случае опасности оператор может взять управление на себя. Правда, время работы без подзарядки пока маловато – всего 23 минуты. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова и в группе программы ВКонтакте. До свидания. ТРАССА 101